Здравствуйте, уважаемые зрители! 17 тысяч казахстанцев, именно столько человек пострадали от деятельности финансовых организаций, заявили сегодня представители Генпрокуратуры. Сумма ущерба 21 миллиард тенгея. По словам прокуроров, мошенники обычно открывают финансовые пирамиды под видом ломбардов, предлагают большую доходность в 20-30-50%, а иногда и в 200-300%, устраивают разные акции и розыгрыши и тем самым вовлекают доверчивых граждан. Напомню, что еще совсем недавно, несколько месяцев назад, МВД сообщало о том, что от действий нескольких скандальных микрофинансовых организаций, действовавших под вывеской ломбардов, также пострадали тысячи человек, ущерб миллиарда тенге. В связи с этим, конечно же, возникает естественный вопрос, а когда мы, наконец, перестанем доверять всем этим сомнительным организациям, выманивающим у населения деньги, при этом обещающие кисельные берега и молочные реки? Ведь о таких организациях мы знаем и слышим уже 30 лет, с момента начала дикого капитализма. Все эти МММ, Смагула ФК, Алтынграссер, Клуб Миллионеров и так далее и тому подобное, сколько их было, а сколько людей на этом погорели. И эти истории ничему не учат наших людей. И вправду говорят, если лох, то это навсегда. Сейчас же появляются новые формы финансовых пирамид. Это микрофинансовые организации, ломбарды, черные кассы, аферы через интернет. Названия и структуры разные, а формы и методы одни и те же. И главная цель побольше денег выманить у таких, как мы, доверчивых, простых и мечтающих по-быстрому заработать. Хотя чему тут удивляться, сейчас на дворе кризис, коронакризис. Люди не уверены в завтрашнем дне, города закрывают на карантин, закрываются бизнесы, многие остались без заработка. И как людям выживать в эти трудные времена? Вот и идут они на все эти рискованные и сомнительные операции. Несут последние деньги в микрофинансовой организации в надежде на быстрый заработок. А если денег нет, но есть что заложить, идут в ломбард. А если нет ни денег, ни ценного имущества, берут взаймы под бешеные проценты у тех же микрофинансовых организаций. Вы не заметили, как много вокруг ломбардов и МФО, жаждущих занять деньги населению? И по их количеству можно очень точно определить, в какое время мы сейчас живем. Смутная. Ибо такие вот организации, зарабатывающие огромные деньги на процентах, ростовщики по-другому, появляются именно в те времена, когда простому населению приходится туго. Вот, например, ломбарды. Они растут словно грибы после дождя. Ломбарды есть практически на каждом шагу, особенно в больших городах. В доме, где я живу, и шахт три штуки. С одной стороны, конечно же, хорошо, что их много, а кто из нас не был клиентом ломбардов? В любой момент, особенно в тяжелые минуты безденежья, когда финансы поют романсы, можно быстренько сбегать в соседний ломбард, где у тебя без волокита и слов примут какие-то ювелирные изделия или что-то из бытовой техники, либо ценной одежды. Правда, денег дадут в ломбарде намного меньше той суммы, что стоит принесенная вещь, но этих денег иной раз как раз хватит до зарплаты. И это специфика бизнеса, так сказать, их хлеба. Берут изделия подешевле, если хозяин не выкупает обратно в установленный срок, то продают заложенное подороже. Что делать? Ведь у нас, у граждан всегда есть выбор идти в ломбард, если есть что закладывать или взять взаймы в микрофинансовой организации под очень большие проценты. Или есть банки, в конце концов, которые тоже предоставляют кредиты на все случаи жизни, но там нужно отсидеть очередь к консультанту, заполнить и подписать кучу бумаг, и в итоге вам могут отказать из-за плохой кредитной истории. Так что, наверное, удивляться тут нечему. Я имею в виду то, что люди попадаются на удочки мошенников. Желание заработать, да еще и по-быстрому, затуманивает разум. Но если обман граждан при помощи высоких процентов способ давний и проверенный, то выуживание денег с помощью криптовалюты способ новый. Людей, знающих, что это такое, немного, а вот желающих заработать на этом, хоть отбавляй. И хоть сейчас они растут в цене, этот рост временный, не постоянный. Ибо все эти электронные деньги практически нигде не применяются. Это не мировая твердая валюта, как доллар или евро. Криптовалюты практически нигде не расплатишься. Во многих странах они вне закона, в том числе и у нас, в Казахстане, они запрещены. Даже оплот мирового капитализма США не дают волю таким деньгам. Так спрашивается, зачем вкладывать свои кровные непонятно во что. Если у вас есть деньги, вложите в вечные ценности. В золото, акции, валюту, недвижимость, земли. Если кто разбирается в искусстве, в картины, в старинные марки, монеты или в конце концов в коллекционное вино. Все это всегда будет в цене. И в завершение так и хочется воскликнуть. Люди, берегите свои деньги, ведь их у нас и так немного. Всего вам доброго и смотрите Атомикем Бизнес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова